Слово седьмое. Почему дерево называется деревом познания добра и зла? 760. Усердно просил я вчера вашу любовь помнить сказанное и предложить вечером двоякую трапезу, обыкновенную и снедий, и словесную. Что же, сделали ли вы это и предложили ли эту двоякую трапезу? Знаю, что вы сделали и вкусили не только той, но и этой. Позаботившись о худшей, вы не должны были пренебречь лучшую. И действительно, эта лучше той. Ту приготовили руки поваров, а эту – ста пророков. Одну составляет произрастение земли, другую – плоды духа. Браш на той трапезе скоро портится, а этой нетленно. Та поддерживает настоящую нашу жизнь, а эта ведет нас к будущей. И что вы вместе с той трапезой приготовили и эту, это узнал я не от слуги Ивашего или домочадца, от достовернейшего вестника. От какого же? Это ваше рукоплескание сказанному, похвала преподанному. Когда я сказал вчера, пусть каждый из вас сделает свой дом церковью, вы громко воскликнули, выражая удовольствие по поводу этих слов. А кто с удовольствием слушает то, что говорят, тот обнаруживает готовность показать это и на деле. Поэтому и сегодня еще с большим усердием приступаю к беседе. Но будьте внимательны и ныне. Не только проповеднику нужно быть бодрым, но и слушатели должны быть внимательны. Слушатели даже более, чем проповедник. Ведь у нас одна забота – передать господское серебро, а вам предстоит больший труд – и принять, и сохранить его с большой тщательностью. Итак, по выслушиванию поучения привезти к дверям замки и запоры. Оградите душу со всех сторон грозными помыслами, как какими-либо стражами. Вор дерзок всегда бодрствует и постоянно нападает. И хотя часто терпит неудачу, часто делает новые усилия. Пусть же станут грозные стражи, если увидят, что дьявол пришел и хочет похитить что-либо из положенного. Пусть гонят его прочь с громким криком. Нападут ли житейские заботы – пусть удаляют их. Будет ли затруднять забывчивость по слабости природы – пусть возбуждает память к деятельности. Потерять господское имущество – немаловажная опасность. Если получившее это добро и растратившее вверенное часто наказываются смертью, то какому наказанию подвергнутся те, которые получив драгоценнейшее этого учения и утратят его? Получающие это имущество отвечают только за целость его, а более не за что. Сколько они получили, столько же сполна и должны отдать. Больше никто не требует от них. По отношению же к божественному учению мы ответственны не только за сохранение его, но и за большое приращение. Нам повелевается не только возвратить то, что мы получили, но и представить это Господу вдвойне. И одно сохранение его требует большой борьбы и старания. Когда же Господь повелевает нам еще умножить его, то подумай, какой требуется труд и забота от нас, которым это вверено. Поэтому получивший пять талантов принес не только то, что было ему вверено, но и еще столько же. Те были даром человеколюбия Господина, но нужно было и рабу показать свое усердие. Подобным образом получивший два таланта приобрел другие два, и за это удостоился от своего Господина одинаковой чести. А получивший один талант и принесший то самое, что было дано ему, хотя не уменьшил и не убавил вверенного, но так как не проявил усердия и не удвоил данного ему, то подвергся тикчайшему наказанию и совершенно справедливо. Если бы я хотел, говорит Господин, только сберечь их, а не получить от них прибыли, то не отдал бы их рабам. Ты же обрати внимание на человеколюбие Господина. Принес, получивший пять талантов, другие пять, и получивший два столько же, и оба удостоились одинаковой награды. Как тому сказано, добрый и верный раб, в малом ты был верен, а многим поставлю тебя, так и принесшему два сказано. Прибыль не одинакова, а награда одна и та же, так как и этого второго удостоил одинаковой чести. Почему это? Потому что Бог смотрел не на количество принесенного, а на усердие трудящихся. Каждый из них сделал то, что мог. А большее и меньшее количество принесенного зависело не от беспечности этого, и не от усердия того, но от неодинаковости данного им. Тот получил пять, и принес другие пять. Этот получил два и принес другие два. Нисколько не уступив первому в усердии. Как тот удвоил вверенное, так и этот удвоил. А получивший один талант, принес только его. Потому и наказан. Итак, слышали вы, какое наказание ожидает тех, которые не употребляют в дело господские деньги? Будем беречь их, употреблять в дело, и приобретать на них большую прибыль. Не говори, я человек простой, я ученик, не имею способности учить. Будучи не ученый, не имея значения. Пусть ты человек простой. Пусть не ученый. Пусть ты получил один талант, употребив дело то, что тебе дано, и получишь одинаковую с учителем награду. Впрочем, я совершенно уверен, что вы храните сказанное и бережете весьма тщательно. Поэтому не будем посвящать этому все беседы. И к сказанному вчера присоединим для вашей любви дальнейшее, воздавая вам награду за сохранение. Получивший прежде и сохранивший это, достоин того, чтобы получить еще. Какой же предмет занимал нас вчера? Речь была о древе, и мы показали, что человек до вкушения от древа знал добро и зло, и обнаружил большую мудрость в том, что дал имена зверям. В том, что узнал свою жену. В том, что сказал, вот, ныне косят костей моих. Также в том, что сказал он о браке, о деторождении, сожитии, об отце и матери. В том, что получил заповедь, так как незнающему добра и зла никто не дает заповеди и закона о том, что делать и чего не делать. Сегодня нужно сказать о том, почему это древо названо древом познания добра и зла. Если человек не от него получил это знание, немаловажное дело знать, почему оно носит такое название. И дьявол ведь сказал, в день, в который вкусите от древа, откроются очи ваши, и будете как боги, знающие добро и зло. Как же скажут, ты говоришь, что оно не сообщило познание добра и зла? Кто же, скажи мне, внушил это? Не дьявол ли? Да, говорят, он, когда сказал, будете как боги, знающие добро и зло. Так ты представляешь мне свидетельство врага и клеветника? Хотя он сказал, будете как боги. Но сделали ли они богами? Как не сделали с богами, так не получили они тогда и знание добра и зла. Отец лжи и не говорит ничего истинного, ибо нет в нем истины. Иоанн 8, 44 Не будем же приводить свидетельство врага. Мы увидим из самого дела, почему оно называется древом познания добра и зла. И прежде, если угодно, рассмотрим то, что такое добро и что зло. Что же такое добро? Послушание. А что такое зло? Непослушание. И затем, чтобы нам не ошибаться касательно существа добра и зла, тщательно исследуем это на основании Писания. Что в этом действительно состоит добро и зло? Послушай, что говорит пророк. Что добро и чего хочет Господь и чего ищет от тебя? Михея 6, 8 Скажи, что добро? Любить Господа Бога твоего. Видишь, что послушание добро происходит от любви. И опять, два зла, говорит Господь, сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили. И высекли себе водоемы, которые не могут держать воды. Иеремия 2, 13 Видишь, что зло, непослушание и оставление. И так будем помнить то, что добро – послушание, а зло – непослушание. И так будем понимать то и другое. Потому названо так древо познания добра и зла, что заповедь, обучавшая послушанию и непослушанию, соединена была с этим деревом. И прежде этого Адам знал, что послушание – добро, а не послушание – зло. А потом он узнал это яснее на самом деле, как и Каин. Прежде чем убил своего брата, знал, что братоубийство – зло. А что он знал это, послушай, что он говорит. Пойдем в поле. Для чего ты, вырвав брата из отеческих объятий, ведешь его в поле? Что ты предпринимаешь в пустом месте? Для чего делаешь беззащитным? Для чего ты уводишь его дальше от глаз отца? Для чего скрываешь дерзкое предприятие, если не боишься греха? Для чего и по совершению убийства, когда спрашивают тебя, негодуешь и лжешь? А именно, когда Бог спросил, где Авель, брат твой, ты ответил, разве я сторож брату моему? Из этого видно, что он приступил к этому делу с ясным сознанием. Таким образом, как он и до совершения дела знал, что убийство зло, и с большей ясностью узнал это потом, когда подвергся наказанию, и услышал это, «Стеня и тряса, будешь на земле ходить». Так отец с его познания добра и зла имел до вкушения, хотя и не столь ясное, как по вкушению от древа. Что и говорить, что худо, все мы знаем и до совершения, и с ней же узнаем по совершению, а с самой большей ясностью, когда подвергаемся наказанию. Так и Каин знал, что братоубийство зло, и прежде его совершение, а потом яснее узнал из наказания. Так и мы знаем, что здоровье хорошо, а болезнь тяжкая вещь, прежде чем испытаем это на деле. А гораздо лучше узнаем различие того и другого, когда перенесем болезнь. 764. Таким же образом и Адам знал, что послушание – добро, а непослушание – зло. А потом узнал яснее, когда, вкусив от древа, изгнан был из рая и лишился того блаженства. Когда он подвергся наказанию за то, что вопреки божественному запрещению вкусил от древа, то наказание яснее самым делом показало ему, какое зло составляет непослушание Богу, и какое добро – повиновение. Поэтому называется это дерево деревом познания добра и зла. Почему же оно называется деревом познания добра и зла, если в самой своей природе оно не заключало этого познания, и человек яснейшим образом узнал это из наказания за непослушание относительно этого дерева? Это потому, что Писание обыкновенно дает название местам и временам, где и когда совершаются события от этих событий. И чтобы это было вам яснее, приведу пример. Исаак выкопал некогда колодцы. Соседи вздумали испортить эти колодцы, вследствие этого и произошла вражда. Исаак назвал колодец враждою, не потому, чтобы сам колодец враждовал, а потому, что за него произошла вражда. Так называется и дерево познания добра и зла, не потому, чтобы само оно имело знание, а потому, что у него совершилось обнаружение познания добра и зла. Опять. Авраам выкопал колодец, а Вимелех делал ему козни. Сошлись они, прекратили вражду, поклялись друг другу и назвали этот колодец колодцем клятвы. Не потому что колодец клялся, а потому что у него дана была клятва. Видишь ли, как не места бывают причиной событий, хотя и получают название от событий. Совершенно необходимо еще продолжить примеры, чтобы яснее было сказанное. Опять. Иаков увидел встретивших его ангелов и полк Божий и назвал то место полком. Хотя место не было полком, но оно названо так, потому что там увидел Иаков полк. Бытие 32.1. Видишь, как он назвал место по событию, случившемуся на том месте. Так называется и дерево познания добра и зла. Не потому что имело познание добра и зла, а потому что у него обнаружилось познание добра и зла. Оно служило упражнением в послушании и непослушании. Опять. Иаков видел Бога, сколько возможно это для человека, и дал место тому имя. Вид Божий. Почему? Ибо я видел Бога, сказал он. Место не было видом Божьим, но получило название от бывшего на нем события. Видишь, сколько есть доказательств того, что Писание имеет обычай давать название местам по совершившимся на них событиям. То же самое делает оно и относительно времен. Но чтобы не утруждать вас, вот обратим речь от темного к светлому. Ваша мысль утомилась, занимаясь тонкими предметами. Поэтому уместно дать ей отдых и перейти к предметам более простым и ясным. Итак, обратимся к спасительному древу креста. Так как оно, именно оно, уничтожило все бедствия, какие ввело то древо. Лучше же сказать, не оно ввело бедствия, а всецело человек, что с великим избытком уничтожил потом Христос, даровав гораздо больше тех благ. По этому самому Павел и говорит, и когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. То есть дар больше греха. Поэтому он опять и говорит, потому что не таков дар, как прегрешение, не в такой мере даровал Бог, в какой согрешил человек. Не такова прибыль, как убыток. Не таково приобретение, как кораблекрушение. Благ более чем сколько зол. И справедливо. Бедствия ввел раб, и их было меньше. А благо даровал Господь, потому их и больше. Поэтому и сказано, не как за прегрешение есть дар. Потом и указывает самую разность. Ибо суд за одно прегрешение к осуждению, а дар за многие прегрешения для оправдания многих. Слова эти очень неясны, поэтому нужно привести объяснение. Судьбо значит наказание, возмездие, смерть за единого, то есть греха. Потому что один, говорит, грех ввел такое зло. А дар уничтожил не только этот один грех, но и многие другие. Поэтому, говорит, дар за многие прегрешения для оправдания. Поэтому Иоанн Креститель вопиял, вот огнец Божий, не вземляй грех мира только от Адама, но верующий грех всего мира. Видишь ли, что не как прегрешение, так и дар. Напротив, это древо принесло благ более чем сколько зол введено в начале. 766. Это сказал я, чтобы ты не считал себя обиженным прародителями. Дьявол и знал Адама из рая. Христос ввел разбойника. Смотри на различия. Тот и знал человека, не имевшего другого греха, кроме питна непослушания. А Христос ввел в рай разбойника, обремененного бесчисленными грехами. Но то ли только удивительность, что ввел в рай разбойника, и ничего нет другого. Можно указать и на другое большее. Не только ввел разбойника, но ввел прежде всех, даже прежде апостолов, чтобы никто после этого не отрицал входа в рай, не отчаивался в своем спасении, видя, что сделавший бесчисленные грехи, обитает в царских чертогах. Но посмотрим, не показал ли разбойник трудов, подвигов и плодов? И этого нельзя сказать. Напротив, за одно слово, за одну веру вошел он в рай прежде апостолов, чтобы ты знал, что не столько значила его праведность, сколько все совершило человеколюбие Божие. Что сказал разбойник? Что сделал? Постился, плакал, сокрушался, каялся долгое время, нисколько. Он получил спасение на самом кресте после своих слов. Вот как скоро. С креста на небо. От осуждения к спасению. Какие же те слова? Почему не имеет такую силу, что принесли ему столько благ? Помяни меня, сказал, во царстве твоем. Что это значит? Он просил о даровании благ, не показавши усердия на деле, а видевши его сердце, внимал не словам, а расположение души. Пользовавшиеся учением пророков, видевшие знамения, созерцавшие чудеса, говорили о Христе, что он беса имеет и обманывает народ. А разбойник, не слышавший пророков, не видевший чудес, видя пригвожденного на кресте, не обратил внимания на это бесчестие, не посмотрел на это бесславие, но проникая в самое божество, сказал, помяни меня во царстве твоем. Это необычайно и изумительно. Видишь крест и вспоминаешь о царстве. Что ты видишь достойного царства? Человека распятого, заушаемого, осмеиваемого, поносимого, оплевываемого, бечуемого. Достойно ли это царство, скажи мне? Видишь ли, что он, разбойник, смотрел очами веры и судил не по внешности, поэтому и Бог признал эти слова не пустыми. Но как тот разбойник усмотрел божество, так и Бог видел сердце разбойника и сказал, ныне же будешь со мною в раю, днесь, сегодня. Здесь прошу о внимании, потому что возникает немаловажный вопрос. Вот манихеи, эти немые и бешеные псы, имеют наружный вид кротости, а внутри носят свирепое бешенство псов. Под кожей овцы скрывает волка, но не смотри на внешность, а разузнай скрытого внутри зверя. Так они, ухватившись за это место, утверждают, Христос сказал, истинно, истинно, говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю, значит, воздаяние благ уже было и воскресенье излишне. Если разбойник в тот же день получил благо, а тело его не воскресло еще и поныне, то воскресенье тел совсем не будет. Поняли ли вы сказано, или нужно еще повторить это? Истинно, истинно, говорю вам, ныне же будешь со мною в раю. Следовательно, говорят, вошел разбойник в рай без тела. Как же иначе, если его тело не было погребено, не разрушилось и не сделалось прахом, и нигде не сказано, что Христос воскресил его. А если он ввел разбойника, и он стал наслаждаться блаженством без тела, то ясно, что нет воскресения тела. Если бы было воскресенье тела, то сказал бы, со мной будешь в раю не сегодня, а при конце мира, когда будет воскресенье тел. Если же ввел разбойника, а тело его истлевшее осталось вне, то ясно, что нет воскресенья тел. Это говорят они. Затем примите наши слова. Лучше же сказать не наше, а божественное писание. Потому что мы говорим не свои слова, но Святого Духа. Что ты говоришь? Плоть не участвует в венцах? Но она участвовала в трудах. Как же лишается наград? Когда нужно было подвязать, она понесла большую часть трудов. А когда пришло время венцов, то увенчивается одна душа? Не слышишь ли слов Павла, который говорит, что предстать нам, подобает предсудилищем Христовым, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое? Не слышишь ли, как он же и говорит, ибо подобает тленному сему облечься в нетлении, и мертвому сему облечься в бессмертии? Мертвому чему? Душе или телу? Ну, очевидно, телу, потому что душа по природе бессмертна, а тело по природе смертно. Но они, манифеи, много из этого отрицают, хотя и из того, что остается, можем понять сродство того, что отрицается. Разбойник вошел в рай, говорят они. Что же из этого? Разве это те блага, которые Бог нам обещает? Разве не знают, что Павел говорит об этих благах, которых око не видела, ухо не слышала и на сердце человеку не приходило. А рай и око Адамова видела, и ухо слышала, и сердце человеческое ощущала. Об нем мы столько времени беседуем. Какие же разбойник получил благо? Бог обещает ввести нас не в рай, а в самое небо. И не царство райское он возвестил, а царство небесное. И начав проповедовать и говорить, покайтесь, ибо приблизилось не царство райское, но царство небесное. Ты потерял рай, а Бог дал тебе небо, чтобы явить и собственное человеколюбие, и уязвить дьявола, показав, что как много не будет он заумышлять против человеческого рода, не успеет ни в чем, когда Бог возводит нас постоянно к большей чести. Так ты потерял рай, а Бог открыл тебе небо. Ты осужден на временный труд, а удостоился вечной жизни. Он повелел земле производить тернии и волчцы, а душа произрастила тебе плод духа. Видишь, насколько приобретение больше потери, насколько превышает богатство. Я говорю следующее. Бог создал человека из земли и воды и поселил его в раю. Создан и не остался добрым, но совратился. Тогда Бог воссоздает его уже не из земли и воды, но из воды и духа, и обещает ему уже не рай, но царство небесное. А как, послушай, когда Никодим, князь иудейский, впал в ошибку, имея в мыслях здешнее рождение, говорил, что старый человек не может родиться вновь. Смотри, как Христос яснее открывает ему образ рождения. Кто не родится от воды и духа, не может войти в царство Божие. А если таким образом он обещал царство небесное, а разбойник оживел в рай, то еще не дал ему благ. Но они сверх того говорят еще нечто другое. Раем, говорят, Христос назвал здесь не рай, но царство небесное. Так как он говорил разбойнику, человеку, не слыхавшему высоких догматов и не знавшему пророчеств, но все время проведшему в пустынях, совершавшему убийства, не заглядывавшему в церковь, не слышавшему божественного поучения, не знавшему, что такое царство небесное, то, произнося слова «Ныне же будешь со мной в раю», под именем рая, как более известным и обычным, Христос разумеет царство небесное и о нем говорит разбойнику. С этим могу согласиться. Следовательно, говорят, разбойник вошел в царство небесное. Откуда видно? Из слов «Ныне же будешь со мной в раю». Если это решение натянуто, приведем более ясное. Какое же это? Христос сказал «Неверующий сына уже осужден». Что же? Уже осужден. Между тем еще нет воскресения, нет наказания и мучения. Как же осужден? За грех. Опять Господь говорит «Верующий сына перешел от смерти в жизнь». Не сказал «перейдет», но уже перешел. И этот опять за подвиг, как тот за грех. Как один осужден не был еще судим, а другой перешел в жизнь, еще не перешедший. И как этому за подвиг, а тому за грех Христос говорит, как о деле совершившемся, о том, что не совершилось. В таком же смысле сказал он и разбойнику. И врачи, когда увидят кого в безнадежном положении, говорят, что он уже умер и мертв, хотя знают, что он еще дышит. Как они, он с точки зрения врачей умер, потому что не имеет надежды на поправление, так и разбойник вошел на небо, потому что миновал опасность подвергнуться гибели. В таком же смысле сказано было и Адаму в день, в который вкусишь от древа смертью умрешь. Что же, разве с этот самый день он умер? Нет. Он прожил после того дня более девятисот лет. Как же Бог сказал, в тот же день умрете? По приговору, а не самым делом. Так и разбойник вошел на небо. Послушай, что говорит Павел, показывая, что никто еще не получил воздаяние благ. Говоря о пророках и праведниках, он прибавляет. И сессии умерли в вере, не получив обещанного, но только издали видели и радовались. Ибо Бог о нас предусмотрел нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Этого держитесь и помните и учите неслышавших. Об этом размышляй каждый и в церкви, и на рынке, и дома. Нет ничего приятнее божественного учения. Послушай, что об нем говорит пророк. Как сладко гортани моей, слова твои лучше меда и копель сота. Этот сот полагай на вечерней трапезе, чтобы всю ее исполнить духовного веселья. Не видите ли, как богатые люди после обеда приглашают певцов и флейтистов? Они свой дом делают театром, ты сделай свой дом небом. А сделаешь это не тогда, когда переменишь стены или перестаешь основание, а когда призовешь к своей трапезе самого владыку небесного. Бог не презирает такие вечери. Где духовное учение, там и смиренно мудрия, и честность, и скромность. Где муж, и жена, и дети согласия, и любви соединены узами добродетели. Там посреди Христос. Он ищет не золотой крыши, не блестящих колонн и некрасивых мраморов, а красоты души духовного благолепия, трапезы обильной праведности, имеющие плоды милостыни. Когда он увидит такую трапезу, тотчас приходит и принимает участие в собрании. Он сам сказал, вы видели меня алчущим и напитали. И так, когда услышишь, что внизу громко кричит нищий, и затем дашь просящему что-нибудь из того, что находится на столе, то в лице рабаты пригласил Господа к своей трапезе, и цело исполнил ее благословение. И этим начаткам положил весьма важное основание к тому, чтобы твои житницы наполнились множеством благ. Бог же мира, дающий хлеб в пищу и семя сеющему, да возрастит посеянное вами и умножит плоды правды во всех вас, подавая свою благодать, и удостоит Царствия Небесного, которого да получим все мы по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым слава Отцу и Святому Духу ныне и присно, и во веки веков. Аминь.